Второй международный Каспийский цифровой форум стартовал в Республике Дагестан. В Каспийске на базе кинотеатра «Москва» собралось более 500 участников из разных уголков России и стран прикаспийского региона. На территории форума расположились площадки, где ведущие организации республики и страны продемонстрировали свои работы. Конечно же, мы производителями этих дронов сами не являемся. Мы пользуемся и программным продуктом, и самими коптерами своих научно-исследовательских целей. В Институте экологии проводит достаточно большое количество научно-исследовательных работ. Это и выпускные квалификационные работы, и хоз договора, и гранты, и главы, и РНФ, и так далее. Наша основная задача их использования – это применение их возможностей для составления ортофотопланов и 3D-моделей. Это октокоптер, 8-милопастной дрон с облегченной конструкцией, и спектр возможностей его достаточно широк. Очень активно он применяется и в сельском хозяйстве, он очень активно применяется в картографии, в дистанционном зонерном, как вообще форум, по сути, для этого создан и существует. На его нижнюю основу, кронштейнным принципам, можно цеплять все, что угодно. В данном случае здесь висит фотоаппарат. Через пульт можно фотографировать, можно переносить жидкости, а можно переносить предметы. В зависимости от мощности мотора грузоподъемность составляет от 3 до 10 килограммов. В рамках торжественного открытия были представлены макет Каспийского прибрежного кластера, Сбер-девайсы, умные колонки, часы, Сбер-портал, а также работа умельцев Дагестана. Присутствующие воочию смогли лицезреть, как изготавливается ковер. На площадке эффектно парил и мини-дрон, выполненный воспитанниками технопарка ДГПУ. На выставке мы представили наше основное оборудование – это роботы DJI Robomaster. Уже два года мы с ними работаем, обучили более 500 детей. И наше новое оборудование – это дроны. Четыре разнообразных модели F9-дронов. Это классический робот от компании DJI. Его сначала дети собирают, он состоит из мелких деталей, даже, условно, колеса, они составные. И удивительно, что интересная деталь – то, что он может ехать лево и право ровно. Здесь 40 датчиков, есть искусственный интеллект, машинное зрение. Дети их собирают, на это уходит, условно, пять дней. И в дальнейшем у них уже безграничный потенциал его программировать, использовать все эти датчики. Участие в торжественном открытии приняли министр цифрового развития России Максут Шадаев, глава Дагестана Сергей Меликов, чрезвычайный полномочный посол Ирана в России Казем Джалали, посол Казахстана в Российской Федерации Даур Энабаев и многие другие. Посетил знаковое событие и глава Каспийска Борис Гонцов. Открыл форум приветственным колоритным национальным танцам хореографический ансамбль Дагестана. Открывая встречу, Сергей Меликов поприветствовал гостей и участников второго международного Каспийского цифрового форума. Он отметил, что современные технологии стремительно меняют нашу жизнь, открывая новые горизонты и возможности, становятся неотъемлемой частью бизнеса и государственного управления. Поэтому крайне важно обмениваться опытом, обсуждать актуальные проблемы и находить пути их решения. В нашей республике активно ведется работа над созданием надежной, безопасной цифровой инфраструктуры, необходимой для реализации этой цели. Интенсивно развивается волоконно-оптическая связь, и она позволяет подключить к сети новые муниципальные образования, что для нашей республики является очень важным. Сергей Меликов обратил внимание присутствующих, что в электронном формате в Дагестане можно получить 82 массовые социально значимые услуги. Он подчеркнул, что применение цифровых сервисов в республике расширяется с каждым годом, особенно в сфере государственного управления. Глава Дагестана выразил уверенность, что предстоящие мероприятия будут способствовать формированию оптимального вектора развития сотрудничества в сфере цифровых технологий, здравоохранения, образования, электронной торговли и других сферах деятельности. Руководитель Минцифры Российской Федерации Максут Шадаев на Каспийском цифровом форуме отметил, что Дагестан – приоритетный регион при реализации нового нацпроекта «Экономика данных». Его начнут реализовать в России с 2025 года. Он в том числе касается трансграничного электронного взаимодействия, внедрения искусственного интеллекта для оценки экологической ситуации и развития технологий дистанционного зондирования. Посол Казахстана в России Даур Инабаев высоко оценил перспективы Каспийского цифрового форума. Он поделился опытом внедрения цифровых технологий в его стране и подчеркнул, что Казахстан и Россия развивают сотрудничество в том числе и в этой сфере. Завтра, 1 ноября, состоится пленарное совещание «Цифровая экосистема для прикаспийского сотрудничества», а именно презентация результатов работы рабочих групп по направлениям и подведения итогов.